Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Российский радиоуниверситет. Это Дмитрий Кононыхин. И сегодня мы будем говорить о фантастических, прекрасных, философских и чрезвычайно интересных вещах, которые окружают нас, касаются нас, каждого. В школу вернулся учебник астрономии, и мы сегодня будем говорить не просто о том, что войдёт в учебники астрономии, может быть, лет через 10, через 15, о самой прекрасной науке, которая всю жизнь со времён древних египтян, древних вавилонян, греков интересовала нас, мы говорим о космологии и о совершенно таких новых концепциях того, как выглядит наша Вселенная, из чего состоим мы, какие гравитационные волны прокатываются по нашему мирозданию, как это касается нас и что с нами будет в будущем, схлопнется ли Вселенная, или она будет и дальше расширяться. Мы сегодня будем говорить с физиком-теоретиком, академиком Российской Академии Наук, профессором Института ядерных исследований и профессором физического факультета Московского государственного университета Валерием Анатольевичем Рыбаковым. Добрый день. Добрый день. Валерий Анатольевич, когда я готовился к этой передаче, я вот вспоминал старый добрый первый кризис, наверное, первый великий кризис физики, который был связан с тем, как люди представляли себе нашу Солнечную систему, геоцентрическое, когда в центре всего мироздания Земля, и гелиоцентрическое, которое позже предложил Коперник, то есть физика Птолемея, физика Коперника, они ведь отличались тем, что люди находились в зазоре между очевидным и невероятным. Они видели вокруг себя, наблюдали мир, и в то же время расчёты, которые им были необходимы для определения положения звёзд на небе, в том числе для последующего навигации, для мореплавания, показывали, что в небе что-то не так. И люди тут вступила в противоречие. Сложная математика Птолемея с идеей Коперника, которая перевернула всю математику с головы обратно на ноги, и картина мира упростилась. Солнце встало на заслуженное его место. Скажите, пожалуйста, сейчас наша Вселенная, то, что мы о ней знаем, вот то, что мы сейчас хотим сказать родителям, бабушкам, дедушкам, ребятам, которые вернулись из школы, самые последние знания о Вселенной. Какие они, вот если вкратце? Ну, Вселенная оказалась, в общем, последние лет 30 или около того, она оказалась гораздо интереснее, чем о ней думали. И в первую очередь это связано, ну, там есть несколько моментов. В первую очередь это связано, конечно, с тем, что состав Вселенной оказался совсем не таким, как можно было себя ожидать. Мы видим вокруг себя вещество, мы видим вокруг себя свет. Ну, и до, там, лет 30 назад казалось, что, или, там, может быть, 40, ну, 30, казалось, что больше ничего в Вселенной нет. Есть обычное вещество, материал, и этого достаточно для того, чтобы все на свете описать. Ничего подобного. Выяснилось, что мало того, что мы далеко не все формы энергии во Вселенной видим, оказывается, они еще и разные бывают. Эти невидимые формы энергии, которые есть в природе, они, оказывается, еще и разнообразные бывают. По крайней мере, двух типов есть. Одно из них называют, вообще терминология неудачная, значит, темная материя, а второй тип называют темной энергией. Темная материя – это, наверное, поскольку мы не знаем на самом деле, не попробовали еще, это, наверное, обычные частицы, ну, обычные в том смысле, что они гравитационно взаимодействуют, испытывают те же силы тяжести, что обычное вещество. В этом смысле они обычные частицы. А другая форма энергии, совершенно чудная, это совершенно не такая, как мы привыкли, это так называемые темные энергии, но о ней можно отдельно поговорить, но это вот на рубеже тысячелетий было сделано такое открытие, что вообще Вселенная расширяется совсем не так, как можно было бы. Я точно помню иллюстрации, вот то, что мы говорим 30-40 лет назад, то, что я учился в школе еще лет 20 назад, и даже 15, популярны были такие иллюстрации, теория большого взрыва, Big Bang Theory, когда из точки, из мельчайшей точки произошло все, все взорвалось, загорелось, завертелось, образовались пространство, время, гравитация, потом пошли звезды, потом пошли галактики, скопления, туманности, но на самом деле люди стали изучать реликтовое излучение большого взрыва и увидели что-то совсем другое. Ну, не то, что совсем другое, нет, эта картинка, она правильная, с точки зрения того, что нельзя себе, конечно, представлять, что большой взрыв – это взрыв из точки. Слово «взрыв» – он неудачный. Русский перевод английского слова «Big Bang» – «бэнг» – это не взрыв. Да. Взрыв – это explosion. Ну да. А «бэнг» – это не взрыв, это «бэнг», это что-то такое произошедшее, но произошедшее сразу везде. Бабах такой. Бабах такой, да. Big Babach. Большой бабах надо было перевести. Может быть, это был бы более правильный перевод на самом деле. Значит, это ситуация такая, что у нас есть большое, огромное пространство, но, тем не менее, в этом пространстве гигантские плотности энергии, гигантский темп расширения этого пространства, вот так надо себе мыслить большой взрыв. Не с точки, а сразу везде. То есть это можно сравнить, например, ну, не знаю, взрывом там паров, каких-то там газов. Ну да, вот что-нибудь в таком духе. Объемный взрыв, да, сразу в огромном объеме. И эта Вселенная, она размером сколько там, 45? Опять, это неправильно слово. Размер здесь неудачный. Если у вас такой гигантский взрыв на гигантском расстоянии, то размер Вселенной вообще мог бесконечной тогда быть. Ну, и, по крайней мере, очень большой. То есть осветился электричеством, наполнился материей... Сразу огромный объем пространства. Сразу объем, такая вспышка, размером сразу со всем. Сразу, да, совершенно верно. Поэтому слово размер здесь нельзя, не годится, но можно сказать так, что Вселенная-то расширяется, и сейчас она расширяется очень медленно, она растягивается характерные времена. Если она расширяется, у нее есть центр? Нету. Это надо опять себе мыслить так, что у вас есть такой вот гигантский объем, и он вот так вот весь растягивается, и никакого центра в ней нет. Я думаю, что ближайшая аналогия, это, наверное, домохозяйки меня поддержат, это тесто, которое поднимается сразу во все стороны. Ну, да, да. Но, значит, можно, так сказать, стандартная картинка, это вот воздушный шарик. Представьте себе воздушный шарик, который всюду растягивается, а вы живете только на нем. Можете ходить только по этому воздушному шарику. И в любой точке этого шарика или в любой точке этого теста нам будет казаться, что все... Что все кругом растягивается. Все кругом растягивается. Где бы мы ни находились, вся Вселенная везде расширится. Везде растягивается. И вот этой прелести 14 миллиардов лет. Да, этой прелести 14 миллиардов лет. Сейчас она растягивается медленно, Все расстояния удвоятся там примерно за 10 миллиардов лет, через 10 миллиардов лет. Все расстояния будут в два раза больше. 10 миллиардов лет. А когда-то, вот что мы точно знаем, что Вселенная расширялась в два раза за одну секунду. Фантастика. Вот мы с вами разговариваем, за это время Вселенная, если вот вернуться в то время ранее этой Вселенной, она растянулась во много, во много, во много раз. И плотность вещества в ней была гигантская, и температуры там были. Сейчас у нас температура 2,7 градуса Керриона, как мы по реликтовому излучению знаем. Тогда температуры были миллиарды. Давайте поясним для наших слушателей реликтовое излучение. Реликт – это нечто ископаемое. То есть в нашем смысле фундаментальной физики и космологии это результат той энергии, которая выделилась тогда в результате вот этого большого бабаха. Да, большой бабах произошел. Значит, во Вселенной появилось горячее вещество. Оно было с гигантскими температурами. Потом, когда Вселенная расширялась, пространство растягивалось, и плотность вещества падала, и температура падала. Ну, понятно, при растяжении. И в результате этого, когда мы говорим, когда то вещество, из которого состоите вы, состою я, всё окружающее нас, это оказалось, что по последним сейчас представлениям, с точки зрения того, как ведут себя огромные объекты в космосе, это туманности, там, скопление газов и галактики, нашего вещества 5%. Нашего вещества 5%, да. Я уже сказал, что примерно четверть от полной энергии, это энергия покоя, МЦ-квадрат, так сказать, вот этой самой тёмной материи, и примерно 70% тёмной энергии, вот этой чудной, очень странной сущности, которую мы мало чего знаем. Давайте вот попробуем представить, ну, галактика, спиралевидная галактика, такая галактика, как Млечный Путь, на краю которого мы находимся и пытаемся осмыслить, где же мы живём. Если мы будем смотреть на нашу галактику не с краю, как мы находим, мы видим только полосу ночью, Млечный Путь, а если бы мы посмотрели на неё, как на тарелку с донышка, мы бы увидели эти спиральные рукава. Чем бы вот, чтобы нас, как вас, как физико-теоретика, которая прекрасно знает данные наблюдений астрофизиков, что бы вас заинтересовало, что необычного в движении таких галактик? Ну, в самой галактике, ну, так, я не могу сказать, что что-нибудь необычное было, но необычное другое, необычное то, что, вот как тёмная материя проявляется, необычное то, что если посмотреть на периферию этой галактики... Там, где мы, например, находимся? Нет, ещё дальше. Ещё дальше. Ещё дальше от центра. Мы-то в определённом смысле совсем даже не в боку припёку, а почти в центре, в пределах Садового кольца от центра галактики. А есть большая область вне нас, и она не светящаяся, там звёзд очень мало, но масса там большая. Это мы видим по тому, как вращаются звёзды, их мало, но они всё-таки есть, как они вращаются вокруг этого на больших расстояниях от центра галактики. Они вращаются так, как если бы была гравитационная сила, которая гораздо больше, чем все гравитационные силы, которые создают звёзды. Это вот тёмная материя есть, она далеко распространяется от центра галактики. Гало создаётся, это термин, гало галактики. Создаётся такой гало галактики, который притягивает к себе достаточно сильно эти звёзды, старается быстро вращаться вокруг центра галактики. То есть галактика, по сути дела, выглядит как колесо телеги или как тарелка, которая вращается как единое целое, с одинаковыми скоростями. Ну, более или менее, только скорее тёмная материя, она скорее так не то, чтобы была как плоской, как вот наша галактика, а она скорее такая более сферическая. Более сферическая. Более шарообразная. Но вот если, я пытался придумать аналогию вот этому процессу, если бы не было тёмной материи, а работали только силы гравитации, то что было бы, как бы эти все галактики во всей Вселенной, как бы они в этом случае вращались? Прежде всего, они вообще не сформировались. Потому что вообще тёмная материя, она очень важна для того, чтобы сделать галактики. Что происходит? Значит, на ранних, очень ранних стадиях эволюции Вселенной, Вселенная была не совсем однородная, немножечко в ней были неоднородны. Где-то вещества материи и тёмной материи обычные побольше, где-то поменьше. Одна десятитысячная. Одна десятитысячная, даже меньше немножко. Это мы знаем из измерений. То есть, один процент от одного процента, одна десятитысячная. Да, такие были чуть-чуть где-то неоднородны. Где-то чуть-чуть больше, где-то чуть-чуть... И они подъявили комкование вот таких галактик. Да, да, да. И комкование галактик, образование галактик произошло вот из этих неоднородностей, очень маленьких по величине, по амплитуде. Фантастик. Как это произошло? Произошло это так, что была тёмная материя тогда тоже, и в ней были тоже свои неоднородности. Эти неоднородности росли просто за счёт гравитационного притяжения, эта тёмная материя собирала на себя, вот там, где её больше. Она гравитационно притягивала к себе эту же тёмную материю снаружи. И так вот росли эти неоднородности по величине, становились всё больше и больше по величине, и образовывались такие вот комки этой тёмной материи. То есть, сгустки тёмной материи собрали, видимо, и наше вещество. А потом уже, так сказать, после того, как температура упала, и вещество стало такое обычное, более-менее нормальное вещество, оно стало падать в эти центральные области, где за счёт, опять-таки, гравитационного притяжения. Так вот и образовались галактики. Не было бы тёмной материи, не было бы никаких галактик. И нас бы с вами тут не было. То есть, если мы, например, пойдём, каждый из нас может проделать эксперимент, противоречащий принципам устройства Вселенной. Если мы наберём немного воды в наши раковины или в ванны, будем мыться и посмотрим на водоворотик, то мы, а вот каждый из вас, делайте сегодня этот эксперимент, и вы увидите, что водоворот закручивается очень интересным образом. Внутренняя его часть вращается быстрее, чем периферия, чем края. А вот галактики вращаются как единое целое. И именно поэтому это не гравитационное вращение, именно тут проявляется... Нет, это гравитационное вращение, но за счёт дополнительных сил связанных с тёмной материей. Именно, именно тут проявляется тёмная материя. И этой тёмной материи, сколько её, где-то 20 или... Её 25% по массе. Четверть всей Вселенной. Четверть всей Вселенной подпроэнергией. 5% у нас это то, из чего состоим все мы. Состоим звёзды, электроны, протоны, наше молоко, наши металлы. Всё абсолютно окружает нас. И это является из себя проявлениями электромагнитных излучений и пакетов энергии. И ещё есть огромное 70% это... Ну, с тёмной энергией вообще это 70%, это понятно. Но проблема в том, что вообще мы на самом деле не понимаем, что это такое. Если так по-честному говорить, то непонятно, что это такое. Как её обнаружили? Её обнаружили потому, что Вселенная вместо того, чтобы расширяться... Замедленно, замедлением. Вместо того, чтобы терять темп расширения, она на самом деле расширяется ускорением. Получается, что два фундаментальных процесса в нашей Вселенной – это сгущение галактик. Это отвечает тёмная материя, которая отвечает за гравитацию. А за то, что всё наше тесто после большого бабаха вдруг начинает разгоняться? Ну нет, разгоняться она стала не так давно всё-таки. Да. Примерно половину своего времени, своей жизни она замедлением расширяла. Всё было хорошо, всё было нормально. Гравитационные силы заставляли материю медленнее и медленнее разбегаться в разные стороны. А вот вторую половину своей жизни удивительным образом темп расширения растёт. У нас искаление расширяется. Не могу не задать этот вопрос. Фактически же вы, как физик, теоретик, вы являетесь в том числе и повелителем времени. То есть, с одной стороны, наблюдая процессы на Земле, атомные часы, сверхточные измерения, всё, что окружает нас, навигация, мы понимаем, мы существуем в этом времени. Когда мы смотрим на звёзды, мы видим процессы, находящиеся от нас на годы, на столетия и на миллиарды лет назад. Чем дальше мы смотрим, тем мы видим более ранние периоды, не то, что происходит сейчас. Нет, конечно. Насколько вы, вот эта связность общей картины, как её вы сводите в единое? Ну, вы знаете, какое дело. Конечно, тут вообще, надо сказать, космология, вот теория физика Вселенной, она стала наукой, настоящей наукой, прямо на моих глазах. Что такое наука? Вы пытаетесь сделать какие-то предсказания теоретические, сравнивать их с наблюдениями, с экспериментом. Эксперимент вам подсказывает, что нет, вы неправильно что-то понимаете. А вы начинаете придумывать что-то другое, чтобы объяснить результаты. И вот такое постоянное взаимодействие теоретиков и экспериментаторов в теории эксперимента, оно и приводит к установлению картины мира. В разных областях науки, но это более-менее всегда так. В космологии до, ну, наверное, лет 30 назад ещё, наблюдательных, экспериментальных данных было очень мало. И были они очень такие разрозненные. Это связано с прогрессом в космонавтике? Это связано с прогрессом в основном в астрономии. В астрономии, да. Да, в основном. И в космонавтике тоже, потому что те сведения о реликтовом излучении, которые у нас есть, они получены с помощью спутников. Когда мы вышли за пределы тёплой... Когда вышли за пределы атмосферы. Наша Земля тёплая, она нагрета до температуры, ну, средней температуры, мы привыкли жить там 20-25 градусов. Ну, да, Цельсия. Цельсия, да, это плюс 300 градусов Кельвина, и пусть меня физики не бьют ногами за такие ругательства. Нет, правильно, правильно, почему? Ну, градусы Кельвина обычно говорят Кельвина. А температура реликтового излучения, это 2,7 Кельвина. Ну, да, поэтому её... Это минус 270 градусов, грубо говоря, по Цельсию. Да, но обнаружили ты первое... Первое обнаружение было с помощью наземных радиотелескопов. Но для того, чтобы померить с хорошей точностью, с какой температурой приходит реликтовое излучение из разных областей неба, с разных направлений на небесной сфере, оно приходит с разной температурой. Да, даже так. Да, температура... Вы смотрите в одну сторону, в другую сторону, температура чуть-чуть отличается. Вот на те самые одну десятитысячную, одну сто тысячную. То есть мы сложили в результате таких наблюдений картину следов большого бабаха. Точно. Более того, у нас есть фотографическая карта. Почему фотографическая? Потому что это фотоны. Фото. В радиоизлучении те самые фотоны. 2,7 Кельвина это радиоизлучение. Значит, у нас есть карта того, какая была Вселенная, когда это радиоизлучение последний раз произваемодействовало с веществом. Это произошло тогда, когда температура была 3000 градусов Кельвина. Оно перешло из плазменного в состоянии... Да, значит, горячая среда, горячий газ тогда был. Он был не газом, на самом деле, а плазмой. Ну, если мы сейчас разогреем как следует газ, там водород тогда был основан, если его как следует разогреть, он превращается в плазму. Значит, вначале вещество было в состоянии плазмы. Но это как огонь было или что это? Нет, плазма это что такое? Это когда у вас отдельно есть электроны, отдельно протоны, которые болтаются вот так вот. Это, так скажем, какая-то газовая среда... То, что в центре Звонца есть. Да, да, да. Это газовая среда, которая проводит электричество. Да, мало того, это не газовая. Газ это что такое? Газ это атомы. А, да. А это электронные протоны отдельные. Разорванные оболочки. Да. От того, что высоких температур, у вас электроны отскакивает от атомов. И они летают болтать свободно. И такая среда непрозрачная для света, для фотонов. Фотоны хорошо очень рассеиваются на этих электронах свободных. И когда прошел переход от 3000 к ниже? Да, 3000-3000 градусов, произошел переход. К раз из такого состояния плазмы в газ образовался нейтральный водород. Это прозрачная среда. И тут все богословы поднимут палец и скажут, и увидел бог свет, и сказал, что свет это хорошо. Ну, это пожалуйста, как говорится, мне не жалко. Но это, правда, не на первый день, не на второй был, не на седьмой. Понятно. А через 380 тысяч лет после. И мы видим нашу Вселенную в этой... Это вот, я видел это изображение, это как огромный такой глобус, и он весь испещрен точками разного цвета. Ну, конечно. Это просто разные температуры в разных направлениях, они измеряются. И у вас есть вот такая фотографическая карта. Она, конечно, там никаких ни материков нету, ни океанов. Это мелкие точечки в разных местах, чуть-чуть разная температура, разная плотность материи, и вы эту карту видите. Эта карта, она вам говорит о том, какая была Вселенная... Именно на тот момент. На тот момент. Да. С тех пор этот свет летит свободно, с ним ничего не происходит, он просто краснеет, и к нам прилетает, и вот взяли и измерили. И это удалось сделать только после того, как спутники вышли за пределы атмосферы, и специальные приборы, которые измеряют радиоволны, были на них поставлены, и обнаружили, что вот такая вот есть картина неоднородности по небесной сфере этого реликтового излучения. И это значит, что мы знаем, как была устроена Вселенная вот в это время. Вот это реликтовое излучение, это фотоны, это электромагнитное излучение. То есть часть того спектра электромагнитного, который вообще мы привыкли к тому, что энергия, она вот в непрерывном спектре, всё зависит, там, неважно, ультрафиолетовый, инфракрасный, там, радиоволны, либо там, жёсткое рентгеновское излучение, это всё непрерывный спектр. Непрерывный спектр, конечно, это картинка очень простая. У вас горячая среда, 3000 кельвин, так? В горячей среде всегда, горячая среда всегда излучает электромагнитное излучение. Вот чайник излучает инфракрасия, лампочка излучает видимый свет. Ну и эта горячая среда, 3000 кельвин, тоже она излучала свет. Но бабах, когда бабахнул этот грандиозный бабах, ведь он же не только свет по себе оставил. Да, конечно, во Вселенной было вещество очень горячее, и все-все-все типы частиц, какие мы сегодня знаем, они все во Вселенной присутствуют. А вот то, что называется гравитационные волны, вернее, реликтовые гравитационные волны. Это нас приводит немножечко к другому. Вопрос, что было до этого бабаха. Даже как? Как этот бабах произошёл, да. Значит, вот по тем свойствам реликтового излучения, которые мы сегодня знаем, мы с хорошей долей уверенности можем сказать, что вот такая горячая стадия быстрого расширения, она была не первая. Одну секундочку. Вот этот переход через 3000 Кельвина, это какой на шкале времени Вселенной? Это 380 тысяч лет. То есть мы знаем фотографию 380 тысяч лет от момента... Это Большого Бабаха. ...большого Бабаха. И мы можем по тому, что у нас есть ещё другой сигнал, ожидаем его найти, реликтовые гравитационные волны, мы ожидаем заглянуть за вот этот блок. Да, надеемся, что изучая либо сигнал гравитационных волн, либо тонкие свойства этих реликтового излучения, распределения галактик во Вселенной, мы рассчитываем на то, что мы заглянем до вот этого самого Большого Бабаха, как Вселенная была устроена... Даже до нуля по времени, по-нашему. Ну, слово нуля, оно такое условное, никто не знает, что было. Но важно, что вот эта горячая стадия, о которой мы имеем довольно хорошее представление сегодня, она не первая была, до неё была какая-то другая стадия, совершенно другого характера, никакой там горячей среды не было, там всё было совершенно по-другому. Может быть, так сказать, наиболее популярная история – это инфляция, так называемая. Это то, что от латинского – раздувание. Раздувание – это очень быстрое расширение Вселенной с ускорением, так же, как сейчас Вселенная с ускорением расширяется. Тогда она тоже расширялась с ускорением. Но темп расширения был гигантский. За доли секунды она растянулась. То есть этот процесс произошёл, так скажем, быстрее скорости света? Ну, тут... Или света ещё не было? Нет, нет. Тут про скорость света нужно понимать так, что если у вас Вселенная расширяется, и по ней идёт свет, то он удаляется от точки, где он был испущен, быстрее скорости света. Да, но сигналами они не обменяются. Вселенная, да, но сигналами они не обменяются. Поэтому тут представление о том, что что-то происходит быстрее скорости света, оно такое немножечко аккуратно надо. То есть если у нас, например, машинист находится в кабине тепловоза, ещё растягивается поезд, то он назад семафорит какому-нибудь проводнику, свет просто не дойдёт до этого. Ну да, у Вселенной так примерно, да. Потому что поезд растягивается быстрее, чем летит свет. Конечно. Но это не значит, что вы передаёте сигналы быстрее скорости света. Да. Это значит, что у вас... Вселенная растёт. ...пространство растягивается. Фантастика. Я могу просто все свои учебники, которые я учил в школе, просто забыть. Я очень бы хотел, чтобы нашу передачу слушал, просто посадил бы весь философский факультет, все философские факультеты. Я думаю, философы знают про это всё дело. Ну может быть, но я что-то не закопались в социологию и в какие-то общественные науки. А мы говорим о такой красоте, которая... Ну вот как каждый раз, когда мы всё-таки отвлекаемся от наших тяжёлых будней и поднимаем глаза к небу и видим на эти звёзды, там творится и кипит такая красота, о которой мы сейчас говорим. И вот если мы пытаемся понять период горячей Вселенной, то есть это от условного нуля до вот этих 380 тысяч лет, то есть от первых секунд до 380 тысяч лет. Ну она потихонечку после этого тоже потихоньку остывала. Да, а заглянуть за этот барьер, вот увидеть это великое ничто, это... За ноль? За ноль. За ноль? Вот есть надежда на то, что до горячей стадии происходил, если происходила инфляционная стадия, то из-за того, что у вас есть такое быстрое расширение этой Вселенной, ещё с ускорением, из-за этого там генерируются гравитационные волны. Не те гравитационные волны, которые были открыты недавно, а гравитационные волны огромного размера современного, они растянулись с тех времён, и поэтому сегодня имеют огромный размер. Размер миллиарды световых лет. И период миллиарды лет. То есть, сейчас попробуем проиллюстрировать. То есть, те гравитационные волны, которые совершенно недавно были обнаружены, два или три года назад, это было величайшее открытие, подтвердившее, собственно говоря, наше правильное понимание основ фундаментальной физики. То есть, мы увидели результат Риаби, которая прошла по Вселенной, в результате столкновения двух звёзд. Ну да, это вращение двух чёрных дыр друг вокруг друга, потом слияние. То есть, это сумасшедшие энергии, и энергия невероятная. И они исказили пространство. Недавно, опять же, мы увидели, как свет огибает сверхмассивные тяжёлые звёзды. То есть, это то, что называется гравитационное линзирование. Ну, это уже давняя история. Это давняя, но относительно недавно. То есть, те картинки, которые в Интерстелларе мы могли видеть, они вполне правдивы. А здесь мы говорим не просто по этой Риаби, которая прошла по нашему участку пространства, а о гигантских таких океанских волнах, которые качают галактики целые. Ну, они качают всё на свете, в том числе и галактики, конечно. Но они не так, чтобы уж совсем сильно качали. Ну, так заметно вполне. У них амплитуды большие. Что мы ожидаем увидеть? Ну, значит, прямо их, конечно, изменить невозможно нашими приборами, но они влияют на вот это самое реликтовое излучение. Они образуют, так называемую, поляризацию этого реликтового излучения. По Вселенной распространяется вот этот свет реликтового излучения. Это как вот этот снимок, эта фотография, и вдруг по этой фотографии пойдут какие-то искажения. Да, гравитационные волны, они первую, они и искажения самой этой фотографии сделали бы, если бы они были, пока мы их не видим. И они заставили бы свет быть немножко поляризованным. Не свет, а радиоволны. Реликтовые радиоволны иметь небольшую поляризацию. То есть, ну, так сказать, есть такие поляризационные явления в электромагнетизме, это давно известная вещь, но вот их влияние приводило до того, что мы бы увидели картинку поляризации на небесной сфере. И это сигнал. И это сигнал, и его, он, в общем, довольно характерный, такой сигнал. Его, в принципе, если его увидеть, то можно будет трудно, потому что есть много других источников поляризации, но можно отличить от всех других источников, видеть, что есть, что были и есть на свете, такие гигантские реликтовые гравитационные волны океанские. И вы увидите то, что было за нулем. Это что? Да, и это нам скажет, что было за нулем. А что вы ожидаете увидеть? Ну, вы же теоретик, вы самый безумный и красиво мыслящий человек. Вы знаете, нет. Тут надо быть осторожным, так сказать, открытым, глаза держать открытыми. Инфляция прекрасная теория, очень красивая, и она согласуется со всем, что мы знаем про Вселенную, а мы знаем очень немало. Но сегодня это еще не теорема. Если мы увидим гравитационные волны, эффект их, то это будет свидетельство о том, что да, была инфляция. И тут все физики и теоретики, они в это вцепятся и начнут... Уже вцепились давно, конечно. Уже обсуждают разные версии, это уже теория инфляции, ей уже, слава богу, ну почти 40 лет. Ну да, это обычно от хорошей теории до обнаружения проходит время. Конечно, в наше время это очень большое время. Потому что приборы для исследования, такие как большой адронный коллайдер, они строятся десятилетиями, стоят десятки миллиардов долларов, или хорошие астрономические, космические обсерватории, их просто придумать и изготовить уже 10 лет. Конечно, конечно, десятки лет. И вообще-то надеялись, что эти эффекты от этих электроэнерграционных волн, ну простые модели инфляции, они дают довольно сильный эффект. Вот сейчас его нету. Сильного эффекта не обнаружили. Есть только ограничения пока. Поэтому я осторожно говорю, что может быть инфляция, а может быть и нет, тогда будут другие проявления. И можно будет отличить одну возможность от другой. Ну фантастика. Я вот обожаю вот эти моменты, когда физики-экспериментаторы, те, которые наблюдают результаты, они вот всё время с физиками-теоретиками, которые обладают чудовищно изощрённым умом и навыком в математике, они между собой выстраивают вот эти баталии, когда вот... Вот это не баталии. Ну это не баталии. Мы скорее друг другу подсказываем, что ребята, вот вы померяете это, они нам говорят, а вы нам предскажите и вычислите вот это. Такая-какая-то. А что вы... Вы очень осторожничаете, я понимаю, потому что... Нет, осторожничать, потому что я не знаю. Если бы я знал ответ, я бы сказал. А вы ожидаете, ну вы же что-то ожидаете увидеть за горизонтом, за нулём? Я стараюсь всё-таки держать глаза открытыми. Не знаю. Очень, так сказать, очень увлекательный вопрос, но, так сказать, голову на осещение положить не могу. Хорошо. В данном случае, вот я физик-теоретик, я прихожу к вам и говорю, Валерий Анатольевич, я разрабатываю прибор стоимостью 10 миллиардов долларов минимум. Он обойдётся бюджету в 20 миллиардов со всеми накладными расходами. Людей ещё содержать надо, премию платить. Вплоть до Нобелевских. Скажите, пожалуйста, что я хочу увидеть? Что я увижу, как я пойму, что я заглянул за ноль? А вы говорите, я осторожно думаю. Нет, я скажу тебе, вам, значит, померите эффект гравитационных волн, предсказанный на поляризацию реликтового излучения. Но померите аккуратно, имея в виду, что есть другие источники, как следует их отсеките. В своё время, сколько там, 4 года назад примерно, уже 5, наверное, была такая история, что американцы сообщили о том, что они обнаружили эффект эриктовых гравитационных волн в эксперименте, который они проводят на Южном полюсе. Срочно начали дырочки под шведские награды. Нет, там такой же был вообще, как это, шум, шухер. Они, значит, с шампанским пришли к Андрею Линду, который один из, так сказать, теоретиков, который инфляцию придумал. Пришли его поздравлять, что всё, нашли инфляцию. Значит, по Ютьюбу всё это прошло и всё такое. А потом выяснилось, что нет, что это грязь, экспериментальная грязь. Что-то галактика светит. Это при том, что их детектор размером с кубический километр льда. Нет, это небольшой детектор. Это другой детектор. Кубический километр, это подругой. Это нейтриный детектор. Это нейтринный. Радиометр, который измерял поляризацию, и сейчас он существует, поляризацию великого излучения. И намерил, что да, есть поляризация. Вот мы обязательно поговорим, как ищут тёмную материю и тёмную энергию на ускорителях элементарных частиц. В студии Дмитрий Кононыхин, это Российский радиоуниверситет, мы с нашим гостем, академиком Российской Академии Наук, физиком, теоретиком Валерием Анатольевичем Рубаковым, говорим о совершенно фантастических вещах, о том, как заглянуть за ноль начала нашей Вселенной, увидеть то, что было до начала начал. И вот я просто не представляю, если мы должны, просто вашу передачу должны слушать все художники, все музыканты, вас должны слушать рок-группы, потому что масштаб и красота явления, о которых физики, теоретики просто задумывают, смелость мышления и одновременно точность, она просто поражает. Грязь, вы сейчас сказали, грязь от галактики, то есть люди неправильно идентифицировали сигнал от галактики, а они думали, что они открыли то самое гравитационное воздействие, гравитационные волны реликтового излучения, излучение большого бабаха, начала нашей Вселенной. Возвращаясь к темной материи, мы можем все-таки постараться эту абсолютно неуловимую сейчас и непонятную субстанцию обнаружить как-то с помощью нашей физики и тех приборов, которые мы построили. Сейчас есть много подходов к этому. Конечно, вообще скандальная ситуация с точки зрения физики частиц, когда у вас уже в течение, наверное, 20 с лишним лет, как бы не 30, есть астрономические наблюдения, которые говорят, что есть новые частицы, что этих новых частиц у Вселенной полно по массе, в 5 раз больше, чем обычных частиц, слава богу. Они существуют, они должны быть в природе, а вы не знаете, что это такое. Экспериментаторы не могут их зарегистрировать. Из начала ядерного проекта, еще из тех споров Нильса Бора, из тех, то, что делал Паули Гейзенберг, потом то, что делал Энерико Ферми, то, что делали Курчатов, Сахаров, Харитон, наши Теллер, американцы, из этих недр ядерной физики выросло огромное прекрасное хрустальное здание физики элементарных частиц. Приходят ребята астрофизики с такой большой кувалдой, бабах. Нет, нет, не бабах. И говорят, есть еще что-то. Да, нет, они не бабах. Они говорят, не с кувалдой приходят, а с большим мешком. Неизвестно, чем, значит, заполнено. Держите. Ребята, рядом с вашей хрустальной вазой, вот у вас тут есть большущий мешок, по массе еще в 5 раз тяжелее, чем эта ваша хрустальная ваза. Разбирайтесь, что это такое. Ну, и вот уже сколько, почти 30 лет, ну, даже больше, наверное, почти 40 лет, идут попытки экспериментаторов, физиков, ну, и теоретики тоже начинают придумывать, чтобы это такое могло быть, обнаружить эти частицы. Они до сих пор не обнаружены, неуловимые. И этих способов тут много есть. От Большого Адронного Коллайдера, где они могут, в принципе, рождаться, просто в столкновениях протонов на этом Большом Адронном Коллайдере, изредка рождаться, и можно пытаться обнаружить этот эффект. Большой Адронный Коллайдер, это в Швейцарии, да? Это в Цернии, да. Это огромный инструмент диаметром около 9, с небольшим 9 километров, то есть его окружность 27 километров, я еще помню эту формулу за школу. Это огромный объект, вооруженный, оснащенный, это 1600, если память не изменяет, сверхпроводящих магнитов при температуре жидкого гелия. Ниже немножко. Ниже немножко, да, то есть там сколько? Два с небольшим кельвина. Два кельвина, да, на растворении. И, соответственно, получается, что за один оборот пучок протонов, заряженных частиц, которые взаимодействуют с магнитным полем, ну, электромагнитное взаимодействие, он успевает 1600 раз, его чуть-чуть подворачивают, чтобы по такому 1600 угольник, 1600 раз изменить. По кольцу он крутится, да. То есть это надо понимать, что они не идут не по кольцу, а 1600 раз каждый магнитик отклоняет пучок, чтобы он все-таки в этой трубе держался, и потом эти огромные энергии, эти пучок, они сталкиваются в двух детекторах. Лоб-в-лоб, да. Да, которые размером там с многоэтажный дом. Точно. И люди, практики и теоретики смотрят вглубь этих детекторов размером с многоэтажные дома, конкурируют, это огромная коллаборация международная, и что они хотят увидеть? Ну, они много чего хотят увидеть. Во-первых, они уже увидели Хиггсовский бозон. Да, Хиггс был счастлив абсолютно. Это было капитальное открытие, о котором заявили в 2012 году, капитальное открытие, которое, так сказать, все уже никуда не денешься, оно есть, сейчас изучают свойства этой частицы. С нашей точки зрения интересно то, что на этом же большом адронном коллайдере иногда, с небольшой вероятностью, но могут рождаться вот эти самые частицы темной материи. Они косвенно, их можно увидеть, они вообще-то пролетают нейтрально, они через детектор летят, ничего с ними не происходит, но они уносят энергию. И то, что они уносят эту энергию, это можно зарегистрировать. То есть мы можем представить, что у нас находится куб, несколько там сотен кубических метров какого-то сверхчистого вещества, и если мы увидим вдруг незаметную, но заметную вспышку, что у нас что-то произошло с каким-то атомом этого вещества, то есть он сдвинулся. Нет, нет, нет. Как мы зафиксируем? Нет, там так. Там сталкивается протон с протоном, у каждого из этих протонов имеется энергия каждой 6,5 ТЭФ, ТЭР электронов, гигантской. Да, да, да. Они сталкиваются, рождаются много всего. Все частицы, какие есть, вы умеете регистрировать. Так. Фотоны, электроны, позитроны, там, кварки. У каждого своя траектория. У каждого своя траектория, у каждого свой почерк. Вы можете посмотреть, сколько у вас энергии из этих 13 суммарных ТЭФ, условно немножко говоря, сколько энергии ушло в эти частицы. Так. И если у вас есть новые тяжелые частицы, которые разлетаются большой энергией и носят большую часть этой энергии, вы увидите, что вам не хватает. Опять. Вы теряете энергию. Значит, и по этому балансу энергии вы можете определить, что да, родились новые частицы. А как вы поймёте, что это именно они, результат той самой тёмной материи? Ну, это уже потом... Главное начать. Главное обнаружить, что такие новые частицы есть, нейтральные, тяжёлые частицы есть, что они рождаются... Нейтральные. Нейтральные обязательно, потому что тёмная материя, она электрически нейтральна, иначе она бы не была тёмной, она бы светила так же, как обычное вещество. Она электрически нейтральна, и в этом проблема, в этом трудность, потому что они очень слабенько взаимодействуют. Редко рождаются, и детектировать их очень тяжело. На большом атеронном коллайдере только потому, что они уносят заметную часть энергии. Есть море других способов. Вот один способ, вы уже сказали, что у вас есть большой детектор, объём массы там тысячи тонн, скажем. Это подобно тем детекторам, которые обнаруживают нейтрино. Да-да-да, это похоже в каком-то смысле на нейтринный детектор. Вы его погружаете в такие чистые очень условия, где никаких событий не происходит, к вам прилетают частицы тёмной материи, это уже наша, которая у нас здесь болтается вокруг Вселенной, она прилетает в этот детектор, стукается в ядро, иногда отдаёт энергию, и появляется вспышечка. Вот эту вспышечку вы регистрируете. Ни слова, ни с сего, появилась вспышечка. Ну, вы должны, по сути дела, свой сделать, огромный прибор, это даже не многоэтажный дом, это целый небоскрёб. Ну, небоскрёб, конечно, это всё ещё... В кубатуре, но он должен быть весь сделан из сверхчистых материалов. Абсолютно. Это должны быть суперчистые с точки зрения радиоактивности материалы. Вы должны залезть глубоко под землю, чтобы у вас частицы, которые сверху с неба сыпятся, вам не мешали никаких лишних. Вам нужны очень-очень чистые условия, и это очень тяжёлая задачка. И плюс вы должны понимать, что, тем не менее, этот сверхточный прибор будет регистрировать шум от абсолютно всего рядом находящегося. Вам надо от этого шума избавиться с великолепной точностью. То, что называется откалибровать ваши... Даже не откалибровать, а просто подобрать такие материалы и попасть в такое место, где никаких источников, других вот этих вспышечек нет. Это очень тяжёлая задача. То есть для того, чтобы услышать результат фактически. Ведь правильно я понимаю, что вот это мы говорим тёмная материя, тёмная энергия, это ведь тоже результат большого бабаха? Или они были... Ну, тёмная материя, да. Тёмная энергия, не очень понятно, вообще, что это за зверь за такой. Но тёмная материя, да, конечно. Тоже результат вот этого огромного бабаха. Думается, что она образовалась в тот момент, когда... Начала, по крайней мере, в тот момент, когда произошёл большой бабаха. Там были все частицы горящие в этом супе. И наши известные нам частицы, электронные, позитронные, кварки, антикварки. И вот эти частицы тёмной материи. Потом они до наших времён дожили, вот они тут здесь болтаются, мы их никак поймать не будем. И вот я пытаюсь понять. Ну, хорошо, обнаружили мы. Вот либо увидели эту нейтральную частицу. Это что? Значит, прибегают экспериментаторы, говорят, товарищи физики-теоретики, мы нашли. Переписывайте свою модель или ваша модель подтверждена? Я вам скажу так. Теоретики народ изобретательный. За 40 лет, конечно, они много чего изобрели. Я представляю. Поэтому, скорее всего, если экспериментатор прибежит и скажет, что мы нашли такую-то частицу, такой-то массы, какими-то свойствами, то уже какая-нибудь модель есть. Только мы не знаем, какая из них правильная. То есть в тумбочку так, ребята, вот мы тут... Обязательно найдется какой-нибудь гражданин, теоретик, который скажет, вот, я же написал там в 2007 году, у меня была статья, вот она опубликована, пожалуйста, демонстрируй. Я в ней предсказал то, что вы сейчас намерили. Вопрос в том, что таких статей море. Просто тысячи. Кто окажется прав. Да, кто окажется прав, а может, никто не прав. То есть мы сейчас находимся ведь фактически накануне огромного... Это фактически революция в физике ожидается. В общем, да. В общем, да, ждем, как говорится. Никак не можем поймать сигналы новой физики. Вот сейчас замечательная история. Да. Есть теория, которая все описывает, что происходит в лабораторных экспериментах на Земле, на ускорителях, стандартная модель, так называемая. Все описывает, все прекрасно описывает, там маленькие есть... С миллиардной точностью. Это электродинамика с меньшей точностью. Другие процессы, ну, в общем, все описывает. И в то же время мы знаем, что она неполная. Вот есть вот темная материя, есть у нейтрины там свойства, которые в нее не влезают. Поэтому должно быть расширение за эту стандартную модель. Мы абсолютно точно знаем только 5% мира. Ну, да. И вот вы правильно говорите, революция. Когда она произойдет, ну, кто знает. То есть это сопоставимо... Мы стоим на пороге революции, уважаемые радиослушатели, сопоставимо с открытием радиоактивности, с открытием нового ядерного века. То есть, возможно, мы будем знать, что такое гравитация, возможно, мы поймем все-таки о том, что происходит. На самом деле за нулем, за тем самым горизонтом мы увидим великое ничто. И с этим нам помогают физики, теоретики, физики, практики. Это прекрасная наука. Учите физику. Спасибо, что были с нами. Будьте счастливы. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин